Очередной туристический скандал разразился в Караганды. Больше 20 клиентов фирмы «Фараон» подали заявление в полицию на директора этой компании. Люди утверждают, что их обманули, и они так и не смогли отдохнуть в Турции. Предпринимателя уже задержали. Сейчас бизнес-леди дает показания и обещает всем своим бывшим клиентам вернуть все до копеечки. Людмила Батюшкина расскажет подробнее. Все эти люди приехали утром в аэропорт, но их билеты на самолет оказались липовыми. Большинство обманутых туристов отказываются говорить на камеру, все еще надеясь получить назад свои деньги. Единственный смельчак Сергей и тот не захотел назвать фамилию, но рассказал, что забронировал тур еще в январе. Отдал турагентству «Фараон» 870 тысяч тенге. В историях остальных туристов меняются только суммы. Я еще в январе месяце купил этот тур долбанный. 2, 3, 4, 5 числа мне каждый день говорили, что улетите, улетите, улетите. Но сегодня был последний раз уже. Но уже нервы никакие не выдерживают. Офис турагентства оказался закрыт и опечатан полиция, телефон директора отключен. Среди клиентов есть и такие, кому удалось улететь на курорт, вот только из отеля их выселили. Страховку. Вы видите, что она страховку мне выкатила? Не бланк, это не это. Это страховку, да, я пришла, возмущалась. На данный момент владелец туристической фирмы задержан. В отношении него проводятся следственные действия. Первой недовольной работой турфирмы стала карагандинка Анна Бунина. В назначенный день она не смогла вылететь из Анталии домой. Ее билет оказался недействительным. Директор турагентства Жанна Абиоб тогда объяснила это простым человеческим фактором. Ситуация решена. Все это было сделано за наш счет. Приносим огромнейшие извинения. По неподтвержденным данным число пострадавших от действий турагентства достигло 80 человек. Коллеги Жанны Абиоб говорят, что давно подозревали то, что у бизнес-леди серьезные финансовые затруднения. В январе-феврале была акция раннее бронирование. У нас были даже мои общие друзья, которые приходили, обращались и говорили, что в Фарон Тревел там практически где-то от 500 до 800 долларов была разница. Но такой цены было невозможно. Но люди в любом случае шли и покупались на такие цены. Сейчас Жанна Абиоб пишет гарантийные письма и обещает вернуть своим клиентам долги. Но в случае, если будет доказан факт мошенничества, ей это уже не поможет. Несмотря на то, что претензий иметь граждане к ней не будут, к директору фирмы конкретно, то в любом случае вопрос ответственности остается. Если он будет доказан, то санкция статьи не предусматривает применение сторон. Пострадавшие туристы больше всего переживают, что владелец турфирмы все-таки уйдет от ответственности. Среди пострадавших активно муссируются слухи о влиятельных родственниках предпринимательницы. Сумма 3738 тысяч. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Караганды.